Почему может повышаться АЧТВ 40+, ну то есть она пишет грамм на литр, но АЧТВ измеряется в секундах, то есть 40 плюс секунд вне беременности. И может ли повышаться из-за АФС волчаночного, несмотря на то, что АФС отрицательный в данный момент по анализу. Если у вас АЧТВ идет стабильно, держится в больше 40 секунд, это является достаточно тревожным признаком, потому что вы должны понять, что такое АЧТВ. То есть есть два пути активации свертывания крови в пробирке, то есть когда мы анализируем анализ на свертывание крови. И один путь называется внешним, и он активируется тем, что вот есть плазма крови, там присутствуют белки, которые каскадно участвуют в запуске процесса, который приводит на конечном этапе к образованию фибрина, различные факторы свертывания крови. Вот, и внешний путь свертывания крови, он запускается путем добавления так называемого полного тромбопластины. И показателями свертывания крови по внешнему пути являются два показателя в гемостазиограмме, то есть МНО, то есть это международно нормализованное отношение, и протромбин по квику, или протромбиновый индекс. Вот, то есть это вот внешний путь свертывания крови, который запускается полным тромбопластином. А есть еще другой путь запуска свертывания крови, и этот путь запуска свертывания крови в пробирке называется внутренним путем, и он запускается путем добавления так называемого частичного тромбопластины. И вот этот так называемый частичный тромбопластин, он и дал название его, то есть активированное время частичного тромбопластина. И вот когда запуск свертывания крови запускается вот этим так называемым частичным тромбопластином, в котором ведущая роль принадлежит фосфолипидам, то там в самом как бы запуске свертывания крови играет роль относительно небольшое, гораздо меньшее количество факторов свертывания крови, чем при внешнем пути. И одним из важных факторов, который дает нарушение свертывания крови, то есть который дает изменение времени свертывания крови при АЧТВ, является то, что должен знать и врач, и пациент, который анализирует, просто смотрит на свой анализ. Это концентрация двух факторов, то есть фактора 11 и фактора 12. То есть если у женщины высокая концентрация 11 фактора, то идет редкое укорочение АЧТВ, то есть АЧТВ держится ближе к нижней границе нормы или даже чуть-чуть ниже вот этой нижней границы нормы. Это вот фактор 11, он очень важный. Его оценка, то есть оценка активности фактора 11, она очень важна при анализе целого ряда проблем, которые связаны с антинатальной смертью плода, с нарушениями плацентарной функции и так далее, и так далее. Поэтому мы мутацию фактора 11 обязательно включаем в то обследование, которое мы проводим, когда пациентка обращается с невынашиванием беременности или с нарушением различных репродуктивных проблем, или при наличии других репродуктивных проблем, таких как неудачные попытки ЭКО, или же остановки развития на разных сроках. Вот. А фактор 12, он часто бывает в дефиците. То есть если идет уменьшенная концентрация фактора 12, то время АЧТВ растягивается. И поэтому этот фактор 12 иногда и называется фактором Хагемана по фамилии того пациента, Джона Хагемана, у которого был обнаружен полный дефицит, то есть у него отсутствовал фактор 12, и время АЧТВ у него было бесконечно. То есть кровь не свертывалась вообще при запуске реакции частичным термопластином. При полном дефиците фактора 12 кровь не свертывает вообще. Это все в пробирке происходит. И вот происходит парадоксин. И вот если у вас идет постоянно АЧТВ выше, чем 40 секунд, это достаточно выраженно растянутый времени АЧТВ, то наиболее вероятное объяснение того, почему оно у вас растянутым, скорее всего это связано с тем, что у вас идет определенный дефицит, не полный дефицит, как у вот этого Джона Хагемана, там у него вообще не было, а резко сниженная концентрация фактора 12 внутри вашего организма. И снижение концентрации фактора 12 может быть связано с двумя причинами. То есть одна причина, это если его просто вырабатывается мало, и мы это видим по мутации фактора 12, которую мы тоже включаем в панель полимартизмов генов гемостаза. Вот в нашем центре. В других центрах есть часть таких медицинских центров или лабораторий, которые внимательно слушают наши передачи, и потом быстренько все запускают вот эти все панельки. Но вот эта мутация фактора 12, она очень-очень важна. Если вот, допустим, обнаруживается мутация фактора 12, она характеризуется тем, что продукция фактора 12 снижается, и тогда будет растянутость времени АЧТВ. То есть один из вариантов дефицита фактора 12 – это просто то, что его мало вырабатывается в организме. Это часто наследственно обусловлено. То есть есть такая мутация. А второй вариант, который тоже дает снижение фактора 12 – если против фактора 12 образуются антитела. И вот эти антитела против фактора 12 инактивируют, то есть делают общую активность фактора 12 резко сниженной, и тоже вот это время АЧТВ резко растягивается. То есть когда мы видим растянутость АЧТВ, то ищем дефицит фактора 12. А антитела против фактора 12, они как раз и обнаруживаются при антипосфолипидном синдроме. То есть примерно в половине случаев антипосфолипидного синдрома происходит, то есть обнаруживаются антитела против фактора 12, и эти антитела являются очень важным таким признаком того, что у пациентки есть антипосфолипидный синдром со всеми вытекающими. То есть если мы, ну, я советую просто отсылая вас к моей лекции по антипосфолипидному синдрому, то есть если мы видим, что идет дефицит фактора 12, то тогда это достаточно серьезно. То есть это может быть частью антипосфолипидного синдрома, и мы должны соответствующим образом проводить нашу тактику и подготовку к беременности, и саму беременность вести определенным образом для того, чтобы избежать осложнений. И очень важно было бы, если бы у нас была возможность в плане дифференциальной диагностики, просто взять и посмотреть, а есть ли у пациентки именно антитела против фактора 12 или их нет. Но, к сожалению, так получилось, что вот в тучные годы, когда, в принципе, заводилось большое количество реактивов, они сертифицировались, и можно было все сделать и посмотреть очень легко, и покупая любые реактивы, проводи, регистрируй их специальным образом через соответствующую структуру в Минздраве, и, пожалуйста, пользуйся, чтобы другие лаборатории, чтобы уже конкретные конечные пользователи, то есть лаборатории, могли покупать эти реактивы. И, к сожалению, в тучные годы это не произошло, этого не случилось. А уже вот в последние годы, когда я понял значимость этого теста, который бы очень важен был бы для того, чтобы включить вот его план обследования при антифосфолипидном синдроме, ничего сделать не удалось. То есть я, мы же, в общем-то, у нас своя лаборатория, поэтому мы имеем прочные контакты, дружеские, деловые, целым рядом поставщиков реактивов, которые заводят реактивы в нашу страну. И все мои просьбы, ребята, ну вот, сертифицируйте эти реактивы, начните их заводить с запада, вот именно конкретные антитела, реактивы для того, чтобы можно было определять антитела против фактора 12. Это все закончилось ничем. То есть у нас в Российской Федерации настолько сложная система, и дорогая, и бюрократически сложная, вот, которая позволяет, допустим, начать покупку и завоз внутрь страны и использование тех или иных иностранных реактивов, что это просто очень-очень тяжело. Есть страны такие, как, ну, или там, как сказать, просто, ну, республики, такие как Узбекистан, где законодательство такое, что если где-то в другой стране, которую они уважают, реактивы прошли сертификацию, то можно завозить и без национальной сертификации. Ну, то есть они как бы отдают вот эту вот суверенность решения о том, можно ли и нельзя использовать или иные реактивы, там, конечно, проще. Но там и нет, даже если они начнут завозить туда, то не будет никакого, никакой такой... Для того, чтобы реактивами начали пользоваться, нужно, чтобы была масса врачей, которые бы назначали анализы на эти реактивы, иначе они просто будут лежать мертвым грузом, анализ будет изначально дорогой, и никто покупать не будет. И вот все мои попытки, я постоянно говорю в лекции, что, ребята, давайте начнем все-таки завозить эти реактивы, ни к чему не привели, и, в общем-то... Ну, а сейчас еще и санкции против нашей страны по полной программе завернули в такие, что у нас иногда тяжело бывает даже закупать эти реактивы, те, к которым мы привыкли. Поэтому вот прямого анализа на антитела против фактора 12 мы делать не можем. Но по совокупности анализов, если мы имеем анализ на полиматридмы генов-гемостаза, где одним из факторов является фактор 12, то есть мутация фактора 12, да или нет, есть или нет. Набор аутоиммунных показателей... Да, и вот по поводу диагностики антипосфолипидного синдрома я могу сказать, что очень часто он не до конца обследуется. То есть когда нужно разбираться вот в наличии тех или других антител, важно, чтобы исследование было полным. И важно сказать, что... Иногда бывает так, что разные реактивы разных производителей иногда друг с другом не совпадают. Но вот очень важные реактивы, которые всегда нужно использовать, когда идет диагностика антипосфолипидного синдрома, это суммарные антитела, то есть их иногда обозначают ИГГ плюс ИГА плюс ИГМ, или иногда образуют антитела к конкретному показателю и пишут ГАМ. Это обозначаются иммуноглобулины, то есть антитела разных классов ГА и М суммарные. И вот эти суммарные антитела к кардиолепину, очень важно смотреть, и к бета-2-гликопротеину-1, потому что иногда бывает так, что все антитела отрицательные, а это вдруг вылазит положительно, вот эти суммарные антитела. Если есть возможность посмотреть отдельно еще и на иммуноглобулины А к различным фосфолипидным антителам, то это тоже было бы неплохо. И поэтому очень часто бывает так, что просто для галочки врач отправляет на, допустим, просто скрининговый анализ, просто вот суммарные антитела к фосфолипидам, иммуноглобулина G, и суммарные антитела к фосфолипидам, иммуноглобулина А. Ну, там есть несколько показателей. Они отрицательные, и на основании этого, ну вот видите, что там моя девочка, ничего не обнаружили, ну и все, у тебя нет никакого антифосфолипидного синдрома. А он может быть. Поэтому вопрос вот, Ольга, вы задаете абсолютно правильнее. Я думаю, что вы очень волнуетесь при подготовке к следующей беременности и хотите пройти вот это полное обследование, поэтому здесь важно, то есть вы обозначаете четко совершенно, что, то есть это Виктория, Виктория отвечает, что здесь очень велика вероятность того, что у вас есть антифосфолипидный синдром, и возможно вот это то, что анализ на антифосфолипидный синдром отрицательный, это связано с тем, что неполное обследование прошло. Вот. Либо же возможно, что никакого АФС нет, но у вас идет просто выраженный дефицит фактора 12-го, и получается парадоксальная, то есть это я по причинах мы поговорили, что вот две причины, это антифосфолипидный синдром и дефицит просто фактора 12-го, потому что его может меньше вырабатываться, но следствием вот этого дефицита фактора 12-го является не кровоточивость. То есть вот парадоксальным образом мы имеем ситуацию с растянутостью АЧТВ, но когда растягивается время АЧТВ, то при этом в подавляющем большинстве случаев пациентка попадает в группу риска не кровотечения, а тромбоза, потому что в подавляющем большинстве случаев растянутость АЧТВ связана с дефицитом фактора 12-го, а фактор 12-й, он важен не как фактор свертывания крови, а как фактор фибринолиза, то есть это фактор, который играет колоссальную роль в растворении тромба, и поэтому если дефицит фактора 12-го, тогда хуже растворяется тромб и появляется резко повышенная вероятность венозных тромбозов, то есть пациенты с растянутой АЧТВ попадают в группу риска по венозным тромбозам, по инсультам, категорически не рекомендуется назначение гормональной контрацепции, гормонально-заместительной терапии, то есть если растянуто время АЧТВ, мы должны понимать, что здесь такой восклицательный знак, что здесь риски тромбоза, поэтому иногда мы назначаем даже какую-то профилактику дополнительную, даже вне беременности, просто для того, чтобы защитить общее здоровье, для того, чтобы защитить нашу пациентку от развития тяжелых вот этих осложнений, которые попадают в группу риска венозных тромбозов, поэтому, Виктория, учтите вот то, что я вам говорил, то, что здесь, конечно, важно провести какие-то дополнительные вещи и с этим разобраться. Вот. Ну и, соответственно, если мы поймем причину, то здесь нужно разобраться вначале причине, почему у вас растянута АЧТВ, и тогда уже будет понятно, какие должны быть рекомендации на этапе подготовки беременности, во время беременности самой и вне беременности с точки зрения защиты вашего организма от тяжелых сосудистых осложнений. Если все делать правильно, то тогда, в общем-то, женщина может быть, мужчина вот с такими показателями рассчитывать на долгую, счастливую жизнь и, в общем-то, предупрежден, значит, защищен. Редактор субтитров А.Семкин